И еще одна громкая новость. Молодую львицу, двух питонов и двух пуделей нашли запертыми в машине во дворе Челябинска. Звери просидели в салоне иномарки около полутора недель. Четвероногие в клетках, а змеи и вовсе в мешках. Местные жители вызвали экологов и общественников и развернули настоящую спецоперацию по спасению животных. Полина Кирсанова знает, нашелся ли хозяин зверей. Мы подошли, приоткрыли багаж и увидели ребенка. Вот из этой миски мы поели его. Таждин давай. С друзьями первыми заподозрили, что на парковке возле дома творится что-то неладное. Странные звуки, похожие на вой и львиный рык. Интуиция парней не подвела. В багажнике авто обнаружили львицу. Посмотрите, какая жажда. Утолить жажду львица не может долго. Приходится несколько раз подливать воду в чашку. Возле машины собрались жители, приехали зоозащитники и министр экологии Сергей Лихачев. Операция по спасению львицы, питонов и пуделей началась ночью. Ну, а неделю же здесь стоит. Ну, делаю документ. А что, животные в машине, где же стоят? Ну, что, вы тоже? Подождите. Ну, она в клетке. Подождите. А давайте по-другому. Все цирковые животные перевозят в клетках и в машину. С приездом полиции общественников нашелся и хозяин. Заявил он, артист цирка. Животных везет в Казахстан. А в Челябинске ждет разрешающих документов. Но ждать зоозащитники не стали. Машину эвакуировали, а животных отвезли в приют Карена Далакяна. Хозяин зверей утверждает, животные чувствуют себя хорошо и от голода и жажды не страдали. Голодная львица, если я бы ей с руки давал мясо, что было с вами рукой? Ну, примером. Представляете? Хозяина зверей пригласили в Минэкологии показать все документы. Владелец львицы и питонов Сергей Добровольский утверждает, что все справки у него есть. В общем, мясо с Ферловской области. От футболили сюда. Но специалисты Минэкологии считают иначе. Ветеринарных справок на питонов нет. Животные здоровы, но они завезлись на территорию Челябинской области без ветеринарных сопроводительных документов, то есть без разрешения. Министр экологии Сергей Лихачев, который вместе с зоозащитниками прибыл на место ЧП, уверен, если бы накануне ночью стояла жара, животные бы не выжили. Министерство это дело контролирует, но мы будем вынуждены передать документы Минсельхозу, потому что там ветеринарные службы находятся при Минсельхозе. Мы можем отдать животных только когда мы будем иметь полный пакет документов. Животные будут находиться пока в приюте. На шокирующую историю уже отреагировали в Государственной Думе. Председатель комитета по экологии, инициатор закона об ответственности за жестокое обращение с животными Владимир Бурматов обратился в полицию. На сегодняшний день законодательством предусмотрено до пяти лет лишения свободы за жестокое обращение с животными. И мы сейчас направили в МВД запрос с просьбой проверить вот эту вот ситуацию, не являлась ли она как бы фактом жестокого обращения с животными. Добавлю, что сейчас в Госдуме разрабатывают новый закон. Он запретит содержать диких животных в неподобающих условиях, например, в квартирах и на дачах. А также обяжет владельцев таких зверей регистрировать их. В первом чтении рассмотреть проект планируют 3 июля. Полина Кирсанова, Ольга Гаврилюк, ОТВ.